Ваш малыш растет и все чаще интересуется тем, что на вашей тарелке, значит пора начинать знакомить его с миром взрослой пищи. Ну а может быть еще не время? Давайте разбираться! Леня сейчас будет первый раз пробовать брокколи. Брокколи. Вкусно? Нет? О! О! Сегодня у нас в гостях детский психолог и консультант по грудному вскармливанию Маргарита Дик. Здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Маргарита Дик, член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию. Преподаватель инициативы ВОЗ ЮНИСЕФ, больница доброжелательная к ребенку, психолог. Маргарита Георгиевна рассказывает будущим мамам основные правила успешного грудного вскармливания и естественного ухода за ребенком. Маргарита, ну расскажите для начала, что вообще такое прикорм и для чего он нужен? Прикорм, согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, это дополнительная еда, которая идет к грудному молоку или адаптированной смеси в зависимости от того, чем питается ребенок. Прикорм идет в добавление к, он не заменяет грудное молоко или адаптированную смесь, а также он должен соответствовать определенным критериям. Это критерии адекватности введения, это критерии своевременности введения, это критерии энергетической ценности прикорма. Да, вот самый главный вопрос, когда нужно вводить прикорм и как понять, что ребенок уже к этому готов? Существует рекомендация ВОЗ, она была датирована впервые в 1991 году, там была такая вилка 4-6 месяцев возраст введения прикорма. Оговаривала, что для большинства детей прикорм должен вводиться 6 месяцев, для некоторых категорий и перечислялись эти категории, допускалось более раннее введение прикорма. Начиная с 2002 года рекомендации ВОЗ и рекомендации ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, не меняются для всех категорий детей не ранее 6 полных месяцев. Почему поменялась эта вилка? Потому что были проведены определенные исследования, накоплена достаточно большая база данных, которая показала, что чем в более раннем возрасте вводится прикорм, имеется в виду до 6 месяцев, тем меньше пользы получит ребенок. А что если позже вводить? Иногда в силу особенности состояния здоровья некоторых детей прикормы вводятся чуть позже. Это могут быть дети аллергики, это могут быть дети с какими-то проблемами в области ЖКТ. У них, возможно, да, прикорм вводится в 7 или даже ближе к 8 месяцам, но после 8 месяцев все-таки всем категориям детей прикормы должны начинать вводиться. Наступило 6 месяцев, ребенку все, начинаем уже пробовать что-то? Примерно да, но помимо возраста нужно обратить внимание на еще одну очень важную вещь. Ребенок должен захотеть есть прикорм. У него должен появиться так называемый пищевой интерес. Интерес. Для того, чтобы этот интерес появился в районе 6 месяцев, у некоторых детей чуть раньше, у некоторых детей чуть позже, мама должна делать очень простую вещь. Примерно с 3-4 месяцев брать ребенка с собой за стол. Он может сидеть или лежать на руках у мамы, у папы, у бабушки. Он может сидеть или лежать в шезлонге, в детском коконе. Что там еще бывает? В переноске. Где-то мама его откладывает или держит на руках. Ребенок должен видеть, как едят взрослые. Они едят, они получают от этого удовольствие, они чмокают, они чавкают. И малыш к 6 месяцам настолько проникается этим действием, что ему тоже охота. Они же маленькие обезьянки. Ребенку тоже становится интересно, что же они такое чмокают, и лица у них при этом такие довольные. И вот это сочетание возникновения пищевого интереса, ферментативная зрелость ребенка и возраст около 6 месяцев как раз дают начало к ведению прикорма. А имеет ли значение вид вскармливания при этом? Кормят грудью или смесью? На самом деле нет. Если ребенок получает современную адаптированную смесь, адаптированную, современную смесь, подчеркиваю еще раз эти слова, то ему точно так же можно вводить прикорм начиная с 6 месяцев. Ну, грудничков-то тем более это касается. А с каких продуктов все-таки начинать? Есть три основных вида прикорма согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. Это каши, это мясо, это овощи. На данный момент нет каких-либо исследований, которые показали бы преимущество введения одного вида продукта перед другим. Стандартно рекомендуется мамам начинать либо с каш, либо с овощей. С чего начнет мама, ее личный выбор. Иногда можно посмотреть на, например, вес ребенка. Ну, например, если ребенок очень хорошо прибавляет в весе, можно начинать с овощей. Если ребенок в весе прибавлял все эти первые 6 месяцев своей жизни где-то ближе к нижней границе нормы, можно начать с каши, как с более калорийного продукта. Иногда смотрят на стул ребенка. Дети, склонные к поносам, рекомендуется попробовать кашу. Дети, склонные к запорам, рекомендуется добавить им немножко клетчатки в виде овощей. Но на самом деле, по большому счету, не принципиально. Мама сама смотрит и выбирает то, что хочется ей, то, чем она располагает в данный момент. Это, скажем так, зависит от времени года. Конечно, если и лето, и свеже овощи с грядки, почему бы и не начать с них. Да, и вот вытекающий вопрос, собственно. Как лучше готовить самостоятельно пюрешки различные, либо покупать готовые? Вопрос очень хороший. Официальная рекомендация нашего Минздрава и ВОЗ – это промышленное питание. При этом ВОЗ оговаривается, что также лучшие кусочки семейного стола – это такой лозунг – тоже имеют место быть. Я думаю, что это выбор родителей, чем они будут кормить своего ребенка. В любом случае, если мама выбирает промышленное питание, нужно очень внимательно читать состав и сроки годности. Ну вот часто пишут, там, с четырех месяцев. Можно ли этому верить вообще? Этому верить можно, но нужно понимать, что это уловки производителей промышленного питания для того, чтобы родители начали покупать его раньше, раньше давать ребенку, и, соответственно, больше потратили денег. На пользу ребенку это не идет. Примерно 10 лет назад у нас в Госдуме аж второе чтение прошел законопроект, в котором предлагали вот эти вот рекомендации, которые регулируются торговыми правилами, что можно с трех месяцев, или с четырех месяцев, или с пяти месяцев все-таки увязать с современными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, ну или хотя бы с приказами Минздрава. Ну, так он на втором чтении остался там похоронен, потому что это большие деньги. А что делать, если ребенок отказывается кушать прикорм или от новых продуктов отказывается? Если ребенок здоров, иногда бывает так себя ведут дети с очень низким гемоглобином, у них может быть сниженный аппетит или искажение аппетита, еще там ряд заболеваний тоже могут давать нежелание ребенка принимать прикорм. Если ребенок здоров, маме нужно посмотреть то, как обставлена ситуация приема пищи, вообще, скажем так, культура приема пищи в семье, то как мама предлагает эту еду ребенку, ну, самое простое, например, ребенок действительно не видел едящих взрослых. И вот мама его берет, сажает стульчик и начинает в него ложкой запихивать какую-то еду. А он не может понять, что происходит. А он не может понять, что происходит, зачем это нужно и что с ним творят. Конечно, у него будет резкое отрицание. Или мама выкармливает ребенку еду, не ориентируясь на его желание, на его аппетит. Ребенок, например, с удовольствием и с аппетитом съедает 2-3 столовые ложки каши. Ну, грубо это, там, 50-80 грамм. А мама хочет ему непременно выкармить 150. И она начинает его уговаривать или утрамбовывать, или еще какое-то насилие над личностью проявлять. И понятно, что тогда прикорм, который вообще является временем любви, временем общения, временем обучения ребенка разным моторным навыкам, превращается в ситуацию насилия. То есть и в следующий раз он уже будет как негативно воспринимать? Совершенно верно. Он уже при виде ложки закроет рот и будет отворачиваться. Я могу такой простой пример привести. Вот как бы вам хотелось, например, поужинать вечером с мужем? Все прибежали с работы, каждый встал свой угол кухни, стоя со сковороды что-то ест? Или вы пришли, красиво накрыли стол, какую-то вкусно пахнущую еду разложили красиво по тарелочкам, зажгли свечи. И вы не просто сели за этот стол и едите эту вкусную еду, а вы еще друг на дружку смотрите, улыбаетесь, разговариваете, флиртуете, не дай бог. Конечно, второй вариант. Конечно, второй вариант. И про ребенка то же самое. Ребенку должно быть интересно, вкусно. Еще раз, это время любви и время общения. Ну что, у нас в продолжении темы есть сюжет. Давайте его посмотрим и сразу вернемся к нашей беседе. Время час дня, а значит, малышке Александре пора обедать. Сегодня в меню домашний суп с фрикадельками. У Саши отменный аппетит и уговаривать ее долго не приходится. Первый прикорм Екатерина попробовала давать своей дочери, когда той было пять месяцев. Но девочка упорно выплевывала пюре из кабачков и брокколи. В течение двух месяцев молодая женщина пыталась подобрать ключик к гастрономическим предпочтениям ребенка. Оказалось, что ее вкусы идут вразрез с советами врачей и подруг. Есть схема, которую всем советуют. Начните прикорм с овощей, потом добавьте фрукты, каши. То есть в нашем случае мы кушали только фрукты, то есть фруктовые пюрешки. Овощи нам вообще абсолютно никакие не подошли. У нас был только рвотный рефлекс от него. Также и от покупных каш. Когда я начала уже каши сама готовить, то есть ребенок у меня стал их кушать. Получается, что слышать собственного ребенка не менее важно. В случае с маленькой Александрой начать прикорм пришлось не с овощных, а с фруктовых пюре. Из каш собственного приготовления. Сейчас Саше 11 месяцев, два из которых она с аппетитом кушает все, что дает мама. А это и супы, и творог с кашами, и овощное рагу. Главный семейный секрет – еда должна быть приготовлена мамиными руками. Маргарита, ну все-таки насколько важно ориентироваться на советы специалистов или все-таки слушать ребенка, его желания и предпочтения, как вот в нашем случае? В данном сюжете я могу поставить маме большую пятерку с плюсом. Потому что она действительно увидела возраст ребенка, что ребенок в возрасте 5 или 6 месяцев был не готов. Конкретно ее ребенок, я так понимаю, только в районе 7 месяцев созрел на прикорм. Мама увидела, попробовала, поэкспериментила с разными видами пищи и подобрала тот вид еды, который нравится ее дочке. Мама, говорю, как мама, сработала на 5 с плюсом. То есть это действительно очень важно. Конечно, вы слушаете рекомендации специалистов, но они же не являются догмой. Это лишь общие направления, по которым можно двигаться. Понятно, что никто не начнет прикорм с чипсов. Ну, бывают, конечно, отдельные исключения, но в целом. Рекомендации специалистов. Вот вам каши, вот вам овощи, чуть позже вы подключаете мясо. Возраст примерно около 6 месяцев. Ориентируемся на пищевой интерес ребенка. И мама, исходя из этих общих рекомендаций, начинает подбирать то, что годится конкретно в ее ситуации, конкретно ее ребенку, с учетом со всех его особенностей. Нужно ли выдерживать какой-то интервал между вводом новых продуктов? Безусловно. Поскольку сейчас достаточно много детей-аллергиков, из общих рекомендаций идет введение прикорма постепенно монокомпонентными продуктами и доведение одного продукта до какой-то порции перед тем, как вы переходите к другому продукту. То есть, например, в течение недели постепенно увеличиваете, начиная с одной чайной ложки кукурузную кашу, довели до порции, потом начинаете какой-то другой вид каши или другой вид овоща. Делается это для того, что если у ребенка возникнут какие-то неблагоприятные реакции на прикорм, например, аллергия, понос, запор, повышенное газообразование, ну, не пойдет ему эта еда, вы смогли отследить эту реакцию вовремя и понять, на какой вид еды она произошла. И, соответственно, убрать этот вид прикорма и давать ребенку что-то другое. А по какой схеме лучше действовать? Вот в самом начале вы решили, что уже пора, и как? Вот давать чуть-чуть попробовать и докармливать грудью, или как действовать? Прикорм идет в дополнение к грудному молоку. И когда мы говорим про первый месяц, иногда там полтора, иногда два, обычно это первый месяц-полтора, ведение прикорма, это называется обучающий такой прикорм. Мама действительно просто берет ребенка к себе на колени, ребенок может пососать грудь и съесть ложку прикорма, ребенок может съесть ложку прикорма, пососать грудь, ребенок может пососать грудь, съесть прикорма и опять пососать грудь. Это совершенно нормально. Здесь нет замены кормлений. Грудь идет грудью, прикорм идет прикормом. Более того, если малыш запивает прикорм грудным молоком, это очень полезно, потому что в молоке есть ферменты, которые позволяют в большей степени этому прикорму всосаться и перевариться. И, соответственно, ребенок получит больше пользы. Можно ли добавлять сахар и соль в меню ребенка? Рекомендуется как минимум до возраста одного года воздерживаться от соли и от сахара в рационе малыша. После года можно начинать потихонечку присаливать еду. Ну а сахар, как долго мама сможет избегать введения сахара, тем лучше. Ребенок и так на первом году жизни будет получать сахар, поскольку он содержится даже, например, в хлебе. Как ни крути, мы очень зависим от промышленных продуктов. А сколько воды должен выпивать ребенок, когда он начинает кушать уже прикорм? И нужно ли или можно ли вообще давать еще какие-то другие напитки? После введения прикорма, поскольку ребенок начинает получать твердую пищу, воду давать ему можно, безусловно. Большинство детей отказывается пить воду или пьет буквально несколько глоточков, предпочитая обильно запивать все это грудью. Это хорошо и это правильно. Водохлебами, если уж на то пошло, дети чаще всего становятся в возрасте примерно год и два, год и четыре. Они когда начинают пить достаточно много воды, с удовольствием. Можно также предлагать детям помимо воды, где-то после восьми месяцев, другие напитки. Например, компот несладкий, какие-то отвары, что-то вот такое, морсики можно предлагать. Соки не очень рекомендуется, не слишком полезное питье, не сказать еда. Соки лучше давать все-таки после года и даже, наверное, разводить их водой, чтобы снизить вот эту концентрацию фруктовой кислоты. А процесс перехода ребенка с грудного молока на обычную еду, насколько он быстрый или постепенный и к какому возрасту вообще завершается? Если мама начинает водить прикорм примерно в возрасте полугода, примерно в возрасте около года, ребенок переходит за общий семейный стол. При этом грудное вскармливание сохраняется в том режиме, в котором это комфортно маме и ребенку. Прикорм идет, да, по расписанию семьи. Есть завтрак, обед, ужин, бывает два дополнительных перекуса, второй завтрак, полдник. А грудное вскармливание идет само по себе. Как может повлиять питание ребенка на первом году жизни, на его будущее, здоровье и вообще? Существует так называемая программа метаболического программирования. Я бы, наверное, расширила ваш вопрос. Здесь она касается не только питания ребенка, а вообще в целом ухода за ребенком. Ну, питание, безусловно, да, очень такой большой фактор в эти первые два года жизни. То, как мама ухаживает за ребенком первые два года жизни, то, как она его кормит и чем его кормит, позволяет ребенку в наиболее полной мере реализовать свой генетический потенциал и является залогом, вот этим базисом, на основе которого человек всю свою жизнь будет расти и развиваться и иметь тот уровень здоровья, который он может иметь. Поэтому, безусловно, если мы говорим о питании, оно очень важно. Питание должно быть и своевременем, и адекватным, и достаточным, и энергетически ценным. Маргарита, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я думаю, что родители получили развернутый ответ на свои вопросы. Спасибо вам, Анна. Оттого, насколько правильно будет питаться ребенок на первом году жизни, зависит его здоровье и отношение к еде в будущем. Поэтому давайте воспитаем настоящих ценителей здоровой и полезной пищи. Это была программа «Школа родителей» и я, Анна Казанцева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин